На повсеместных выборах 5 июня в городе Чедерлунга не обошлось без инцидента. На избирательный участок, размещенный в ООДОС, подвезли женщину в возрасте примерно 70 лет, которая настаивала на голосовании на этом участке. Однако, обозрев паспорт Лазаревой Елены и заметив штамп, свидетельствующий уже о проделанных избирательных действиях на другом участке, члены комиссии в голосовании отказали, заметив, что она, согласно местопрописки, возможно, включена в списки голосующих на другом избирательном участке. Водитель, который представился Сергеем Тодоровым, пытался все же выяснить, куда подвезти Елену Лазареву для голосования, невзирая на уже проставленный штамп в паспорте. Позже выяснилось, что Сергей Тодоров является кандидатом в советники от партии ЛДПМ. На вопрос корреспондента, где могли проставить штамп от 5 июня, женщина дала прямой ответ. На следующий день нам стало известно, что Лазарева Елена, находящаяся более 6 месяцев в доме престарелых, 5 июня повторно проголосовала на избирательном участке в ДК согласно прописке, но уже без проставления штампа. Случилась небольшая ошибочка. Поставили паспорт в штамп, но когда проверили, где она прописана, оказалось над Шкалово. Но в первой школе точно не знали, где голосуют жители улицы Шкалово, отправили его, а вот ДОС. Когда она оттуда пришла в Дом культуры, где ей разрешили голосовать, объяснили, что получилось случайно, поставили штамп. Она проголосовала. По моим данным, по крайней мере, так сказал председатель участкового бюро. Сколько раз проголосовала подопечная дома престарелых Елена Лазарева, и как это совместимо с кодексом в выборах, никто не смог обосновать.